Девушки отдыхают Если у вас не удастся, вы всегда можете нам написать либо в Вайбер, либо в Вазап. Мессенджеры привязаны к телефону 8 909 720 101 и 0. Наш эфирный телефон, тот, который раньше у нас был для СМС, теперь мы его используем для всех остальных сервисов тоже. Первый час. Первый час. Говорим о вчерашнем решении депутатов законодательного собрания. Депутаты ЗАГСа вчера утвердили законопроект о льготах по СН для тех предпринимателей, кто работает по упрощенке. Довольно много было разговоров вокруг этого законопроекта и не совсем с первого раза удалось его принять. То есть первое чтение прошли со спорами. Да, и принят он был не в том виде, в котором многим бы хотелось. Принят он был, ну скажем так, с минимальным пакетом возможных льгот. Для предпринимателей, которые желают воспользоваться этим законопроектом, ну во-первых, это должны быть бизнесы из списка пострадавших отраслей, да. Во-вторых, ставки снижаются на 1%, если объектом налогообложения являются доходы, на 5% при объекте налогообложения доходы минус расходы. Но чтобы получить эти льготы, нужно соблюдать два условия. Кроме списка пострадавших, это сохранить численность работников не меньше 70% в сравнении с 2019 годом, либо минус один человек, это если микропредприятие. Да, было, я напомню, 90%. Это то, что власти предлагали на первоначальном этапе. Да, и второе условие, это мрот, полтора мрот. Здесь отыграть, как я понимаю, не удалось. Не удалось. Интересно, что позавчера по итогам бюджетного комитета, насколько я понимаю, вроде бы сообщалось про то, что удалось снизить до одного мрота, вот это ограничение. Но в итоге приняли все-таки полтора. Владимир Костин с нами на связи, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Владимир, добрый день. Добрый день. Да, Владимир, мы вот на самом деле вчера, конечно, были очень удивлены, мы следили за заседанием в прямом эфире и сначала даже не поняли, что полтора мрот вот это ограничение устояло, потому что по итогам вроде бы бюджетного комитета сообщалось, что снизят до одного. Что случилось? Ну, в планах было снизить до одного, более того, этот вопрос обсуждался, и правительством утверждалось, что с этим согласны. Но в итоге получилось, как получилось. А вы не знаете, в чем причина? На каком этапе произошел этот сбой? Ну, на этапе, опять же, принятия решения, на этапе голосования, очевидно, что большинство депутатов решило поступить так, поддержать губернаторские поправки, не поддержать депутатские. И, опять же, там, коллеги вообще свои поправки сняли, я имею в виду, коллегу Титова и коллегу Киселева. Но другое дело, что сейчас идет обсуждение широкое инициативы снизить в целом ставку по ОСН до 3,7%, соответственно, для всех отраслей. И это, по крайней мере, вопрос дискуссии. То есть я не исключаю, что по этому пути мы пойдем. То есть, подождите, это вопрос торга был все-таки или дискуссии? Нами никто не торговался и в дискуссию не вступал. То есть парламентское большинство приняло решение бизнес в том формате, который мы предложили, не поддерживать. Ну, насколько вообще для вас было удивительным это решение? Насколько вы ожидали то, что поддерживают все-таки один мрот? Это вообще в тексте законопроекта содержалось или нет? Я вам могу сказать, надежда была, что депутаты все-таки проявят благоразумие, лицом повернутся к бизнесу, к тем работодателям, которые сейчас думают, сохранить рабочие места или нет. Могут они продолжить работать или нет? В тексте, что было в тексте? В тексте изначально было полтора мрот и 90% среднесписочные, но правительство оперативно выступило с поправкой. 70% среднесписочные, да. По умолчанию, опять же, мы предполагали, что поправка по одному мрот устоит, потому что неформально эту поправку правительство готово было поддержать. Об этом говорилось на всех последующих встречах и с предпринимателями, и рядом депутатов. Поэтому, ну, честно говоря, ожидали, да, по историю про полтора, про один мрот. Ну, вообще, это было бы логично. Меньше одного мрота, наверное, некорректно. То есть мы с коллегами еще предлагали эту оговорку убрать. Меньше мрот логично платить нельзя. Но, тем не менее, поправки губернатора устояли, а предложений депутатов нет. Да, Владимир, вы вчера говорили, что многие депутаты были готовы, и вот сейчас вы сказали, что мы надеялись, что депутаты повернутся к бизнесу лицом, да. Вы что имели в виду, что депутаты вчера не поддержат этот законопроект во втором чтении, в том виде, в котором он предлагался? Я имел в виду, что депутаты поддержат поправки, внесенные мной с коллегой Суховым или коллегой Горофеевым. То есть у нас было три пакета поправок, рассчитывали, что они будут приняты, и тем самым мы большую часть ограничений не смеем. Останется только ограничение по пострадавшим отраслям, но это тоже там эргичная история, поэтому надежда была. Но, к сожалению, крупный бизнес не поддержал бизнес малый и средний. А вот та история про 3%, которую вы изначально говорили, прямо главное здесь сыграть какую-то решающую роль, я не знаю, в плане экономии средств или чего-то еще, или на будущее, то есть будут еще какие-то преференции, соответственно, здесь они не нужны. Это же вариант про 3,7,5, он же обсуждается на, по-моему, 21-й год, да? Ну, не на 20-й уже. Да, на следующий год эта история обсуждается. И, откровенно говоря, я не верю в историю, что подобное предложение там стоит. Дай бог, чтобы я ошибался. Просто если нам сейчас говорят, что по нашим поправкам, по тери, там, в районе 300 миллионов, это что-то невообразимое для бюджета, то в случае снижения в целом ОСН для всех до 3,7,5% по статье дохода и дохода минус расхода, это вообще будет стоить минимум миллионов 700 для бюджета. То есть логики здесь я не вижу. Не позволить бюджету потерять 300, хотя они пока виртуальные, то есть эти 300 не факт, что будут, потому что бизнес сейчас испытывает сложности в многих убытках. Виртуальные 700 – это вообще что-то запредельное для Министерства финансов. И, честно говоря, мне кажется, скорее здесь попытка выиграть время со стороны правительства. То есть сгладить как-то ситуацию просто? Морковка такая. Да, сгладить ситуацию, чтобы бизнес ждал еще, допустим, там, ну, в тенте бюджета, наверное, сначала, да, потому что если все-таки будет рассматриваться инициатива по снижению ставок ОСН, то, очевидно, эти изменения должны иметь отражение в бюджете. Бюджет мы будем рассматривать, ну, первично получим где-то, наверное, в сентябрю, рассматривать будем в октябре, поэтому вот выигрывает время до сентября, там дальше опять можно что-нибудь придумать. Бизнес пока будет ждать, подеяться и верить. Владимир, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, по итогам вчерашнего заседания представители бизнеса звонили вам или, не знаю, писали, может быть? Представители бизнеса очень активно до этого звонили и писали. Уверен, что коллеги сами сейчас пытаются разобраться в том, что произошло, опять же, с чем им сейчас жить. Не исключаю, что как раз, ну, вот эти, так сказать, намеки на снижение ставки в целом тоже в них все еще сохраняют надежду. Поэтому бизнес традиционно, как и весь этот год, ждет, ждет серьезных решений от правительства. Спасибо большое. Владимир Костин, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, был с нами на связи. У меня ощущение, что морковку какую-то, как знаешь, вот морковкой перед осликом, да, повесили и тянут, и бизнес такой вот идет, идет в ожидании этих ставок в 3,7 с половиной. Ну, вот видишь, вот получается, что крупный бизнес принял решение за малый бизнес. Ну, это примерно то же самое, как губернатор здесь на последнем оперативном штабе говорил о некой эстафете в плане выхода на следующий этап ограничительных мер, где он заявил, что, я не помню дословно, но, в общем, суть была в том, что откроетесь вы или нет, зависит вот от тех, кто уже работает. Что тоже мы здесь в студии много раз обсуждали, ну, то есть в том плане, что ты, например, твое предприятие открылось, ты ведешь себя хорошо, и таким образом передаешь эстафетную палочку следующему бизнесу, чтобы он мог открыться. Соответственно, тот бизнес, который еще не открылся, оказывается от тебя в полной зависимости. Ну, конечно, губернатор это называет какой-то солидарностью, а не зависимостью. Ну, вообще, на самом деле, это солидарность, действительно, но вопрос просто в том, что насколько вообще там... Ну, вот здесь вот мы видим, что крупный бизнес никакой солидарности по отношению к малому бизнесу не проявил. Будем смотреть и будем ждать, что скажут на это предпринимательские объединения, какой будет реакция, потому что, ну, вот честно, вчера, видимо, действительно все были в несколькой, ну, такой, паузе удивленной, да, потому что позавчера вроде утвердительно совершенно было сообщено о том, что да. Олег Касим с нами на связи, президент фонда поддержки предпринимательства в содействии. Олег, добрый день. Добрый день. Да, что вы скажете по поводу вчерашнего решения ЗАГС-собрания? Насколько оно было ожидаемым? Однозначно ожидаемо. Никто из предпринимателей, ну, кто находится на сегодняшний, скажем так, в адекватном состоянии, несмотря на жару, не рассчитывал на какие-то более мягкие условия. В любом случае предпринимательство, конечно, питало надеждой и хотело бы, чтобы ЗАГС-собрание приняло более мягкий вариант, тот вариант, который помог бы в скорейшие сроки восстановиться бизнесу, это, то есть, 2020-2021 год по минимальной ставке УСН. Все остальное слабо влияет на ситуацию очень тяжелую в зятском бизнесе. Олег, смотрите, а можно сейчас как-то уже оценить, то есть, сколько людей смогут, сколько бизнеса смогут воспользоваться, в итоге вот смогут соответствовать этим условиям, ну, то есть, с 90 до 70, ну, вроде бы, как бы ощутимо, да? То есть, вот за счет этого... Ну, когда 90 было, называли, что 2-3 процента всего. Судом, да, вообще практически никто не сможет этим воспользоваться. Сейчас как-то улучшилась ситуация, если улучшилась, насколько? Нет, это единицы предпринимателей. Это единицы. То есть, основной... Десятками, я боюсь, что даже до десятками мы их не можем мерить. Это единицы, это формальность. Нужно было пойти формально навстречу предпринимателям, для того, чтобы отчитаться перед Москвой, что меры приняты. И все. Больше никакой цели это не служит, данное решение. А сколько удалось бы выиграть, если бы приняли один МРОД? Это сыграло бы какую-то существенную роль? Расширило бы список? Конечно, безусловно. Некоторые бизнесы получили бы небольшую, но своевременную помощь от государства, от региона в данном вопросе. И позволило бы в том числе каким-то образом пережить вот те негативные последствия, которые сейчас в связи с коронавирусом и с общим упадком экономическим, которые происходят по всей стране, происходят у нас на Вятке. Олег, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько возможно спрогнозировать вообще? Ну вот мы когда обсуждали снижение ставок по ОСН, да, говорилось в том числе о том, что рядом с Кировской областью два так называемых налоговых пылесоса. Это республика Удмуртия и республика Коми. В Коми там проценты, конечно, повыше, да, насколько я помню. А в Удмуртии реально там практически красную дорожку расстилают перед предпринимателями, которые готовы к ним переехать. Пытались даже жаловаться. Полный пакет документов, готовы предоставить, консультации оказать. Ну, в общем, все по переводу, да. Вот можно ли спрогнозировать после этого решения ЗАГС Собрания мы увидим поток увеличившейся предпринимателей, которые перерегистрируются или нет? Вот такой большой динамики в сторону увеличения перерегистрации его не будет. Он начался у нас. Я вам напомню, что эти меры по привлечению инвестиций в республику Удмуртия, да, они начались еще до ограничительных мер в связи с коронавирусом. Поэтому те люди, которые планировали переезжать, перерегистрироваться, я напомню, что они делают это в основном, да, все практически формально. Единственное, что бюджет Кировской области теряет вот эти даже небольшие поступления налоговые. Поэтому большого всплеска не будет. Те люди, которые планировали, они этим занимаются, либо уже перерегистрировались, либо продолжают заниматься. Ну, вот в цифрах это будет небольшой никакого всплеска там, и там домотайзинга никакого не предвидится. Связывались ли с вами как-то предприниматели? Возможно, кто-то настолько полагался на смягчение вот этих вот мер, что от этого зависело его решение продолжать работу или закрываться? На самом деле нет. На самом деле нет. Все предприниматели прагматично подходят к вопросам снижения налогового времени. Да, получится отлично, не получится, ну что ж. На самом деле это не какой-то там критичная цифра для кого-то. Ну, обращаются по вопросам снижения и использования льгот. Подходят, не подходят. Олег, еще такой вопрос. Смотрите, нам Владимир Костин сейчас рассказал, что вроде бы, вроде бы, в перспективе на следующий год, возможно, ну как бы продление льгот вот этих по ОСН в размере там, ну, по ставкам 3 и 7,5 процента. Уже для всех. Это обещают. Это прекрасно, это великолепно, это замечательно, только дорогое яичко ко Христову дню. Понимаете, все эти меры, они носят даже не в большей мере не экономический характер, а, скажем так, репутационный и психологический. Если ЗАГС Собрание, если, значит, правительство Кировской области настроено помогать бизнесу, развивать его на данной конкретной территории, так оно будет этим заниматься. Все остальное уже вторично. Вот на сегодняшний день мы видим, что и ЗАГС Собрание, и правительство проигрывают в конкурентной борьбе своим коллегам, нашим соседям. Они опаздывают. Они не принимают более решительных мер. Это, конечно, безусловно, ко всем не относится, и чиновникам, и депутатам, но ситуация такова, какова она есть на сегодняшний день. Все понятно. Спасибо большое, Олег, за ваш комментарий. Это был Олег Касин, президент Фонда поддержки предпринимательства. Содействие. Хорошо, конечно, если предприниматели не пойдут в эти регионы пылесосы, как ты говоришь, но, тем не менее, даже думаю, если они пойдут в налоговое, как обычно, все равно скажут, что все нормально, все, что происходит, это просто естественная чистка реестра. Я все равно, честно говоря, не очень понимаю, что произошло с этой ставкой МРОД ограничительной. Почему с полутора приняли решение не снижать до единицы? С одной стороны, вроде бы полтора МРОД это 18200, и можно предположить, что, наверное, те предприниматели, которые честные, ответственные и добросовестные, наверняка они платят такие деньги. Но есть ведь огромный список профессий, специальностей и наемных сотрудников, которые, возможно, эти деньги просто не зарабатывают. Но вот если мы про общепит говорим, есть же ребята-студенты, которые работают, например, официантами. Я не знаю, все ли они зарабатывают по 18200, потому что мы понимаем, что работают студенты, эта работа может быть где-то не на полную ставку. Вообще сейчас вся эта ситуация, которая произошла, мне кажется, система замкнулась сама себя в этом плане, в плане этих серых и белых зарплат. То есть, с одной стороны, государство фактически не дает людям возможность открыть эти зарплаты, с другой стороны, на них все и замкнулось в плане поддержки. То есть, такое колесо сансары в итоге. Сейчас получается, что те предприниматели, которые не могут себе позволить платить нормальную человеческую зарплату в белую, они просто в серую зону уйдут и все. То есть, какая-то часть зарплаты будет платиться, мне кажется, в белую, а какая-то часть нет. Павел Дорофеев с нами на связи, депутат Законодательного собрания Кировской области. Павел представляет фракцию «Справедливая Россия» и тоже к законопроекту «Справедливая Россия» готовила поправки, и те поправки, которые предлагались, приняты не были. Павел, все верно? Да, добрый день. Все верно. Нами были выдвинуты поправки, чтобы отменить полностью все ограничения, как мы считаем, это заградительные барьеры, потому что в том виде, в котором в итоге законопроект был вынесен, он коснулся бы всего 10% предпринимателей, которые работают на упрощенной системе налоговложения. Мы считаем, что это очень малая часть заклада, и поэтому внесли данные поправки. Ну, 10% мне кажется, это вы прям еще много, потому что часть людей нам, да, часть экспертов до этого говорили, там не более 2-3% смогут воспользоваться. Ну, все же мы вот такие получили. Нет, 2-3% это при 90% численности штата, приняли-то все-таки 70%. 70%, да. 70%, поэтому 10%. Видите, позиция такая, например, когда у нас была рабочая группа, понятно, что бюджет это серьезная нагрузка, но опять же берется за основу, что бюджет недополучит определенную сумму, и берутся прошлые года, но я считаю, это неправильный подсчет, потому что, во-первых, сейчас немножко другая ситуация, я думаю, что мы налогов в любом случае недополучим больше, и, скорее всего, вряд ли бы мы в данном случае именно ту сумму недополучили. Это первый момент. А второй момент, учитывая, что данные льготы не будут введены, большая вероятность, что многие предприниматели либо полностью закроют свой бизнес, либо перейдутся в другие регионы. И, конечно, это просчитать невозможно, но все же получается опираться на те суммы, которые были в прошлых годах, тоже будут неправильны. Павел, на ваш взгляд, вообще возможно сейчас было предоставить какое-то финансовое обоснование в том плане именно потерь бюджета в случае, если эти льготы не будут предоставлены, и в случае, если будут, то есть что перевесит? Возможно ли посчитать? Я думаю, это сложно спрогнозировать, потому что сейчас ситуация сложная, учитывая экономический кризис, выдванный карантином. Поэтому, я думаю, это очень сложно прочитать. Плюс таких кризисов еще никогда не было. Я думаю, что в любом случае большого количества предпринимателей закроются, уже закрываются, возможно, многие переведутся в другой регион. Павел, возможно, вы в курсе, что в итоге произошло вчера, почему не поддержали один мрот? Почему прошли губернаторские поправки? Почему не поддержали наши поправки? Нет, нет, один мрот. Ну, вообще, в целом, да, депутатские поправки, те, которые предлагались, получается, ни одну из них не поддержали. Ну, все правильно, да. Но я говорю, еще на рабочей группе, когда было обсуждение у нас, главный аргумент был, что возможности нет такой, учитывая, что бюджет недополучит порядка 4 миллиардов, это если взять мои поправки за два года, что таким образом сложно будет социальные обязанности выполнить в рамках бюджета. Потому что основной аргумент был, это то, что бюджет не может себе такого позволить. А федеральный бюджет в этом вопросе никакой поддержки не оказывает регионам? Нет, он как бы, да, он не оказывает поддержку, никак не участвует. Ну, у меня есть информация, что коллеги, пока информация не подтвержденная, коллеги уже подготовили новый законопроект о снижении ставок без всех ограничений на 2021-2022 год и получили уже положительный отзыв в правительство. Но, опять же говоря, информация не подтвержденная. Если будет таким образом принять в дальнейшем снижение налогов на упрощенку, ну, это все равно, конечно, шаг вперед. Но что делать с 2020 годом, когда многие предприниматели сейчас стоят как раз на точке принятия решения, там, работать дальше или нет, и для них очень важны сокращения расходов, всех которых только возможно. Конечно, я думаю, что сейчас это очень актуально именно в настоящий момент, именно в этом году. Павел, вы не знаете в других регионах законодательные собрания? Как работали как-то вот с упрощенкой? Что-то давались какие-то льготы? Да, я, насколько знаю, во-первых, в Адмуртии, в республике, уже ранее, еще до кризиса, до карантина, были приняты такие ставки, что на первый год, если кто-то в 2020 году переведется в Адмуртию, будет ставка 1% по упрощенке, доход минус расход 5%, второй, третий год будет ставка 3%. И, насколько я знаю, в республике Коми недавно приняли, что у них первый год, если не ошибаюсь, 3%, нет, у них 3 года по 3%, если не ошибаюсь. А если вот именно говорить о волне коронавируса, то есть о тех мерах, которые были направлены именно на поддержку пострадавших отраслей, что-то коллеги ваши где-то предлагали, возможно, где-то что-то прошло, какие-то послабления тоже? Ну, в принципе, я говорю, каких-то других поддержки я не вижу, там, других законопроектов. Все, что было федеральной поддержки и меры, это вот и субсидия, которая выделялась предприятиям, и годные кредиты, они есть. Вот я как раз вчера на законодательном собрании, когда за докладом выступал губернатор, задавал вопрос, когда президент выступал и отменил нерабочие дни 12 мая, он сказал, что если какие-то ограничения остаются, то теперь уже пускай регионы сами разрабатывают меры поддержки, ряд регионов меры поддержки индивидуально разрабатывают. У нас, к сожалению, в Кировской области не все еще предприятия открыты, но мер поддержки каких-то конкретных нет на сегодняшний день. Как губернатор сказал, что он считает, основной мер поддержки это открытие бизнеса. Тут я с ним согласен, на самом деле, если бизнес будет работать, то это, наверное, будет самая главная мера поддержки. Пока в связи с ситуацией с приростом заболеваемости, конечно, открыть всю сферу не могут. Спасибо большое, Павел, за ваш комментарий. Это был Павел Дорофеев, депутат из законодательного собрания Кировской области. Мы сейчас уйдем на полторы минуты, но вот видишь, получается, что практически ничем от других регионов мы в этом плане, наверное, не отличаемся. То есть каждый пытается где-то сэкономить, а просчитать риски нет никакой возможности. Это, в общем-то, вполне понятно и обоснованно. Вопрос просто в том, что вот эта вся неразбериха с тем, что сначала обещают одно, говорят, что давайте вносите поправки ко второму чтению. Эти игры не совсем понятны. Да, они, конечно, выглядят не очень красиво. Возвращаемся в эфир. Депутаты законодательного собрания накануне утвердели льготы для бизнеса, для людей, которые работают на упрощенной системе налогообложения и приняты эти льготы минимальным пакетом, фактически тем самым, который уже обсуждался в момент, когда принимали законопроект в первом чтении. То есть единственная поправка, которая была внесена, ну, фактически, это поправка по численности сотрудников с 90% сохранения штата, перенесли, перенесли это все, ну, как бы, на 70% либо минус один человек. Ну, насколько я понимаю, там, а, да, вот эта вот оговорка про одного человека, предлагали депутаты, да, немного ослабить мрот, то есть до одного, ну, вот в итоге посчитали, что потери бюджета в этом случае все же будут максимальными. Я попыталась посмотреть, какие льготы еще в других регионах кому предоставляют. Нашла вот интересную информацию, что в Приморье налоговые льготы получили пострадавшие от ситуации с коронавирусом зоопарки. Зоопарки? Зоопарки, я не знаю, видимо, в Приморье... Там, вероятно, много зоопарков. Много зоопарков или что-то вот, то есть в Кировской области, мне кажется, у нас вообще в зоопарке нигде не фигурировали. Так потому что у нас их нет. Вот, ну, такие вот интересные моменты, да. Их нет как виды бизнеса просто. Ну, наверное, что-то есть, что-то есть. Я не знаю, это в статусе зоопарка или не в статусе зоопарка. Андрей Вавилов с нами на связи, руководитель Кировского отделения общественной организации опоры России. Андрей Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Как хорошо, что мы вас успели поймать все-таки. Да, я думаю, что вы новости уже видели. У меня, знаете, какой вопрос? Вот я не понимаю, я задавала Дарье его до перерыва. Я все понимаю, надо деньги, экономить денег нет в бюджете, там, да, социальная сфера, все страдает. Но зачем тогда вот эти игры с тем, что давайте сначала примем в первом чтении, потом вынесем поправки, а в итоге там, да, ни одна из вносимых поправок все-таки не поддерживается? Смотрите, какая ситуация. Само обсуждение всего закона было очень давно, еще начиная с марта, апреля месяца, когда другие регионы стали принимать аналогичные решения. И мы это обсуждали и не на комитете, а в департаментах и с депутатами. Поэтому изначально, когда все начиналось, была градация, значит, средняя зарплата по отрасли, потом удалось, значит, снизить до двух мрот, сейчас, я так полагаю, что полторы мрот, вот, и 90% сохранения списочного состава. Все-таки те цифры, которые изменились, 70%, они, конечно, не идеальны. Рынок сам определяет, сколько должно работников работать в данном предприятии. Но раз эта поддержка региональная, она свыше федеральной, поэтому регион вправе устанавливать свои требования к этой поддержке. Но чем-то обвинять правительство я бы сейчас не стал. Хотя моя позиция была убрать, оставить две минимальных мрот и разрешить предпринимателю все-таки сохранять тот коллектив, который необходим для текущей работы, так как рынки у кого-то на 30% просили, у кого-то на 50%, у кого-то на 70%, у кого-то на 90%. Кому-то закрыться пришлось. То есть официальная зарплата в 2 мрот, но при этом полностью убрать ограничения по численности, так? Да, потому что для меня, как предпринимателем, непонятно, как платить меньше 20 тысяч рублей. Мне непонятно. Я бы на такую зарплату, в принципе, работать не пошел. И это может быть я. Но от безысходности, конечно. Но вторая была задача. Если ее делать совершенно минимально этим ротой, то зачем тогда работать? Можно идти в фонд занятости и получать свои деньги. Поэтому мотивационная модель – оставаться в бизнесе, а не идти на фонд занятости, потому что фонд занятости тоже финансируется областным бюджетом. У чиновников есть. То есть вот они установили все-таки минимально, потому что последний раз, когда я общался, было 2 мрота. Все снизили. Поэтому то, что совсем ничего не делать, это сказать нельзя. Ну, мне кажется, что тут речь больше идет о так называемой белой зарплате, потому что даже там, где официальная зарплата указана 1,5 мрота, вряд ли люди получают именно эти деньги на руки. Поэтому здесь я не думаю, что речь идет о том, что вот прям так уж мало платят кировчанам на самом деле. Ну, давайте так. Задача чиновников – наполнить бюджет в том числе тоже. Ну, и создать такую мотивационную модель для бизнеса, которая бы не уходила в тени, одновременно, значит, как-то не заглушала бизнес, то есть налогами вечно обпадывать нельзя, иначе здесь точка не лазрад. Ну, вот сейчас в той версии, в которой в итоге законопроект выходит, как много предпринимателей смогут воспользоваться? Я думаю, что не очень много процентов, 30, не больше. 30 процентов. Разные оценки, на самом деле, там от 10 процентов цифра называлась, да, по-разному. Ну, просто вот когда называют, когда оценивают, например, там в 10 процентов, возникает вопрос, а оно вообще надо? Оно все вот того стоило? Смотрите, когда вот я был в всяких комиссиях, делились деньги областного фонда поддержки малого предпринимательства, у нас статистика, все, полтора процента бизнеса была охвачена поддержкой. Вот полтора и десять, это существенно или нет? Существенно. Наверное, существенно. Существенно, да. Поэтому, как бы, идеальной модели ее никогда не будет. Но ведь, с другой стороны, ведь, если бы у нас Министерство экономического развития жило в динамике, значит, приняли закон, посмотрели, и востребовано, не востребовано, до конца года принесли, вынесли поправки, значит, расширили как-то сферу применения. Единственное, что предприниматель должен, а вдруг расширит, а вдруг не расширит, кто умрет, кто не умрет. Ну, неповоротливая модель управления государством, она неповоротливая. Поэтому мы именно в такой модели управления государством и живем. А здесь вот все вот эти вот условия, да, которые были выставлены по МРОД, опять же, возвращаться, если к белой и серой зарплате, возможно ли такое, что вот вся вот эта вот ситуация подтолкнет какую-то часть предпринимателей легализоваться? Легализоваться, да. В плане зарплат. Предприниматель будет считать. Вот даже парикмахеры, помню, в какой-то момент хотели спрыгивать и закрываться, выходить на самозанятых, но когда им предложили 12-130, да, есть люди, предприниматели, которые, подав заявление о ликвидации ИП, сохранили, потому что государство, значит, марта, апрель-май, по-моему, или, ну, сейчас брать не буду, какие-то месяцы компенсировало и удержало их на половую, как предприниматель, предприниматель посчитал за ночь, что если ему дадут 12-130, он еще подчислится ИП, потому что заплатить пенсионных взносов надо столько-то. Предприниматель каждый раз будет считать. Предприниматель-то вот как раз живет в динамике. И нам уже не страшно, сегодня мы ИП или собознанные уже возможности есть, или какую-то ООЖку, или УСНОЖку, или НДФЛ-ку, ну, короче, у нас есть пространство вариантов, и мы будем считать и уходить на ту систему налогообложения, которая сегодня будет выгодна. И не в этом, если раньше мы думали, ой, это же, наверное, стыдно, там, что-то. Нет, это не стыдно. Можно каждый год менять свою систему наложения и работать так, чтобы было эффективнее. Никто спасибо за уплаченные налоги не скажет. А жалко. Да, спасибо большое, да. Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения общественной организации «Опора России», был с нами на связи. Сейчас попробуем еще с реально действующим предпринимателем связаться, да, Дмитрием Кочевым. Это генеральный директор компании «Стильмарк», сеть парикмахерских прятков в порядке. Дмитрий был у нас в эфире в тот момент, как раз, когда отрасль закрывалась. Вот сейчас Андрей, как раз, видишь, приводит в пример, да, что парикмахеры думали уйти на самозанятых, но самозанятые, как я понимаю, не могут пользоваться вот этими мерами поддержки. Бизнес может, там, малый, да. Поэтому, когда пообещали меру поддержки и дали, многие сохранили этот статус предпринимателей и по этому прочему. Да, я почему-то сразу представила, как налоговая, высылая свой очередной релиз про уплаченные налоги, в конце пишет «Спасибо вам, предприниматели, что вы заплатили». А мне кажется, в этом нет ничего странного. Это же здорово, если налоговые говорят спасибо, если власти говорят спасибо, если жители говорят спасибо. Ну, то есть, вообще, на самом деле, Дмитрий с нами на связи, Дмитрий Кочев. Дмитрий, добрый день. Добрый день, приветствую всех. Добрый день, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вы там работаете на упрощенке? Да, конечно, несколько организаций, одна уже работает, одна будет переходить. Вот тот законопроект в том виде, в котором вчера депутаты утвердили его, кажется ли вам вот та поддержка, которую сейчас окажут, существенной? Вы вообще сможете ей воспользоваться? Смотрите, данная поддержка, она, конечно, возможно, какой-то положительный результат даст, но он будет несущественным для большинства компаний. Я готов объяснить, потому что, во-первых, в этом году большинство компаний испытывают убытки, и так как сами льготы распространяются на компании только до конца года, то есть в этом году и так большинство компаний будут терпеть убытки, и они, в принципе, не смогут воспользоваться даже в пострадавших областях вот этими льготами. То есть, а те компании, которые не были признаны пострадавшими, которые тоже потеряли выручки, они, в принципе, и сейчас уже не подпадают под эти критерии. Поэтому, конечно, какие-то компании смогут этим воспользоваться, но эффект будет такой очень незначительный на мой взгляд. Среди ваших коллег вообще как-то общались? Кто как относится к этому законопроекту? Возможно, вот вчерашние события обсуждали. Ждал ли вообще кто-то? Да, то есть, конечно же, с коллегами общаемся. Есть и чат, есть и личное общение. То есть, ну, я думаю, не секрет ни для кого, что все предприниматели в целом оценивают данное решение, ну, как минимум, неположительно и просто от безвыходности, потому что поток людей, выручка поголовно у всех снижается. Это есть открытая информация и статистика. Люди просто ищут решение, и сейчас как бы компании и предприниматели просто переводятся в другие регионы, где приняты более льготные ставки, какие-то более лучшие условия. И все, и, собственно говоря, они так и делают для того, чтобы просто сохранить рабочие места и свои компании. Дмитрий, смотрите, вот минутка у нас остается буквально. Давайте, не знаю, помечтаем немного. То есть, для вас, как для предпринимателя, идеальной поддержкой, если в плане налогов судить, какой бы сейчас была? Сейчас нужно сделать поддержку в идеале, конечно, для всех компаний, не только для пострадавших, потому что пострадали все. И делать это минимум на три года. Один процент – это налог с оборота, и пять-шесть процентов – это налог с прибыли. То есть, вот это будет хорошая, действительно, поддержка, потому что все-таки любое предприятие, оно рассматривает экономику не в рамках месяца, а в рамках года, двух-трех. То есть, это было бы поддержкой. А если ставки будут немножко выше, вот сейчас обсуждается вариант 3,7,5 процента? Это тоже лучше, чем текущая ситуация, точно, но если по-нормальному делать поддержку, то есть сейчас, чтобы сохранить многие компании, нужно говорить вообще не в принципе не о снижении налогов, а о предоставлении дотации бизнесу. Потому что вот компании, они терпят убытки. Я могу назвать выручки, которые, когда там два магазина работают, и выручка 1346 рублей в день, о каких налогах вообще в принципе может идти речь? То есть, это просто непонятно, чем платить людям зарплату, из чего платить налоги, их вообще нужно отменить. Все понятно. Дмитрий Кочев был с нами на связи. Дмитрий, простите, время все уже совсем, да? Да, все, спасибо, что вы говорили. Генеральный директор компании «Стильмарк», сеть парикмахерских прятки в порядке. Первый час разворота завершаем. Первый час разворота завершаем.